Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хиван, я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами о защите картофеля. От защиты картофеля от целого комплекса вредителей, как почвенных, так и надземных, включая колорадского жука. Я недаром стою в льняном поле. Лен – настоящий бренд белорусского государства. Неудивительно, ведь он есть у нас даже на национальном гербе. Белорусский лен знаменит, белорусские ткани льняные знамениты, большой завод в Орше выпускает множество тканей. Лен выращивается в Беларуси повсеместно. Однако он имеет большое значение не только как приодильная культура или масличная, если мы говорим о льне кудряше, но также и как ценное растение для защиты картофеля. Дело в том, что лен в процессе своей вылежки вот таких вот вызревших растений, когда они срываются в фазе созревания коробочек, выделяет при своем разложении значительное количество различных инсектицидных веществ. Они попадают в почву, они распространяются вокруг растений, тем самым активно защищая растения картофеля, да и другие растения, от целого комплекса вредителей. Эти вещества из группы цианидов, однако они не так опасны, чтобы, например, вызвать какие-то отравления у человека, если, конечно, вы его не будете жевать в этой фазе, что, в общем, было бы довольно странно. В этой связи ценность льна, как сидерата, является очень-очень большой. Мы уже не раз говорили о ценности сидеральных растений, о ценности сидерата рапса, о ценности редьки масличной, о ценности даже таких растений, как, например, фацелия или тагетис. Вот пришла очередь и обозначить лен как ценный сидерат. При подготовке площадей под картофель вы можете сейчас высевать лен в качестве сидерата, и пусть он, может быть, не дозреет вот до такой стадии, он все равно будет очень и очень активно действовать, будучи или запаханным в почву, или просто оставленным для полигания и перезимовки на поверхности в виде вот такой соломы или зеленой массы. Обязательно выращивайте лен в посевах картофеля. Засевайте междурядья картофельным льном постоянно при посадке картофеля до окучивания, после окучивания, потому что именно поврежденные растения льна, находящиеся в междурядьях, и обладают таким защитным эффектом. Кроме того, что сами растения льна защищают картофель, таким же свойством обладает и отход льняного производства. Тристально, вот эта вот оболочка, которая сверху здесь находится, и которая является отходом в приодильной промышленности, когда добывают льноволокно. Поэтому, если неподалеку от вас имеется льнозавод, и там образуются эти отходы, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться туда за тем, чтобы забрать у них эти отходы, и, соответственно, использовать их для мульчирования почвы под картофелем и под другими растениями, которые значительно страдают от различных вредителей. Это может даже помочь вам на посадках капусты, например, для отгона, избавления от гусениц, белянки и других вредителей. Ну и обязательно-обязательно высевайте его как сидорат, обязательно его используйте в смесях сидоральных. Если вы не используете его в чистом виде, можете подмешивать его к редьке масличной, к ржи, например, при осенних посевах. Даже небольшие сходы льна, которые впоследствии будут, так сказать, погибать и разлагаться на поверхности почвы, уже будут оказывать свое благоприятное воздействие. Ну а вот такие вот пучочки льна небольшие, разложенные в междуряде картофеля, являются очень хорошим экологически безопасным способом борьбы с колорадским жуком и другими вредителями, в том числе с проволочником. Что ж, я надеюсь, что наши простые советы помогут вам правильно выбрать способы борьбы с вредителями, использовать в комплексе различные способы, будь то мыльно-масляная эмульсия, будь то какие-то еще способы, и этот способ в том числе, который будет усиливать все остальные. Либо использовать его в чистом виде. На этом я прощаюсь с вами. Лен, как сидорат, как средство защиты растений, очень-очень важен. Обращайте на него ваше внимание. Выращивайте его на ваших участках для того, чтобы иметь, пусть небольшой, но кусочек земли, занятый под льном. Во-первых, это красиво. А во-вторых, этот участок станет источником для вас вот такого прекрасного мульчирующего и защитного средства. До новых встреч!